Всем привет, мои хорошие! В основном на канале Домашняя Кухня. Вкусно и просто. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусной, хрустящей малосольной капусты. Мы будем солить ее в банках. Этот салат уже готов через сутки. Очень мне нравится всем моим родным и близким. Когда приходят гости, спрашивают рецепт обязательно. Поэтому я решила записать рецепт и для вас, мои любимые зрители. Давайте же посмотрим, что нам понадобится. Конечно же капуста, сладкий болгарский перец, морковь, сахар, соль, уксусная кислота. У меня 70% обращаю на это внимание. И подсолнечное масло. Это и все. Давайте начнем. Для начала займемся капустой. Нам нужно ее нашинковать. У каждой хозяюшки свой способ шинковки капусты. Я буду шинковать с помощью вот такой вот терки от Бернер. Если у вас нет специального приспособления, то просто нашинкуйте меленько ножом. Вот таким вот образом я натерла капусту и положила в большую емкость, чтобы было удобно. Теперь я немножко пожамкаю капусту руками. Ну как немножко, хорошенько. Чтобы наша капусточка была не только хрустящей, но и нежной. Вот таким вот образом пожамкали капусту. И теперь будем натирать другие овощи. Морковь я тоже натру на этой терке. Просто я поменяла насадку. Если у вас нет специальных приспособлений, то просто можете порезать ножом и натереть на другой терке, которая у вас есть. И осталось нарезать перец. Перец можно в принципе не класть, но мне с перцем нравится больше. Поэтому я делаю всегда с перцем. Перец я нарежу ножом на тоненькую соломку. Также перчик отправляю к капусте. И все ингредиенты, которые у нас сейчас, то есть капуста, морковь и перчик, нужно тщательно перемешать. Так, что мы делаем дальше? У меня только что закипела вода. Я вам скажу, сколько я добавляю ингредиентов на 1 литр воды. На 1 литр воды вам понадобится 2 столовые ложки сахара с горочкой. Видите, у меня вот такая вот ложка столовая, большая. Затем 1 столовая ложка соли, также с горкой. И 1 столовая ложка уксуса. Но уксус у меня 70%. Обратите внимание, если у вас другой процент уксуса, то высчитайте сами для себя. Например, если у вас 20% уксус, понадобится 3 столовые ложки. Если еще меньше процент, значит больше. Ну, у меня 70% и я добавляю 1 столовую ложку уксуса. Теперь все перемешиваю в кастрюле. Так, я перемешала, чтобы соль и сахар полностью растворился в воде. Теперь пока кастрюлю оставим в стороночку, аккуратней, не обожгитесь. Когда работаете с кипятком, надо быть всегда предельно аккуратным. И сейчас вам покажу, как заполняю баночки. Баночки я уже помыла. Простерилизовала. Я их стерилизую в духовке. Ставлю духовку на 50 градусов. И прекрасно. Очень удобно. Так. На дно баночек я наливаю растительное масло. Чтобы полностью покрыло дно примерно на 1 сантиметр. Вот у меня стакана масла хватило на 5 баночек. И добавляю в баночки капусту. Слишком плотно забивать не надо. Потому что вы еще будете заливать рассол. И чтобы этот рассол смог проникнуть в капусту. Поэтому прям трамбовать капусту не надо. Вот таким вот образом я заполнила капустой. Видите, я ее не трамбовала. Теперь возьму чашку, чтобы было удобней. Я вам сейчас на 1 баночке покажу пример. И потом буду остальные спокойно заполнять. У меня вода кипящая. Она вот только закипела. Я заливаю капусту. Этой водой, которую мы сделали. Вода должна быть доверху. То есть вся капуста должна быть закрыта. И закрываю крышкой. Я закрываю вот такой вот обычной крышкой. То есть она закручивается. Все, первая баночка готова. Очень легко и просто. Не правда ведь? Убираю эту баночку в стороночку. И пока буду заполнять следующие банки. У меня получилось 5 баночек замечательной капусты. Как раз я рассчитала. Глазо-алмаз. И я закрыла крышками, но не слишком плотно. То есть силой туго я не закрывала. На ключ такие баночки закрывать не надо. Потому что немножко воздух все-таки должен попадать. Чтобы капусточка хорошо у нас солилась. Можно закрыть вот такими вот крышечками силиконовыми. Если у вас нет вот таких вот закручивающихся. Так, сейчас баночки горячие. И я ставлю капусту ровно на сутки. Здесь на кухне. Никуда не буду убирать. Через сутки эта капуста уже готова. Ее можно кушать. Капуста получается очень вкусная. Хрустящая. Сочная такая. И все любят у нас дома. Если приходят гости, всегда спрашивают рецепт. Поэтому скорее берите на вооружение. Я вам гарантирую, что вам тоже очень понравится. Потому что капуста получается безумно вкусная. И потом, спустя сутки, я уже убираю эти баночки в погреб или в холодильник. Где вы обычно храните. Как только заканчиваются, я делаю новую партию. Так, ну что. Я буду заканчивать на этом свое видео. Не забудьте поставить пальчик вверх. Поддержать мой канал. А я и дальше буду радовать вас простыми, вкусными и полезными рецептами. Всем пока-пока. Увидимся. Так, ну что. Прошли сутки ровно. Я убрала всю капусточку в холодильник. И вот такая вот классная капустка получается. Давайте попробуем сейчас вместе с вами. Масло поднимается вверх по капусте. Очень вкусно. Хрустящее. И в этот салат уже ничего не надо добавлять. Добавлять, потому что масло уже поднялось. То есть вся капуста пропиталась маслом. Очень вкусный малосольный салат получается.